Парни и девчонки, всем привет! Мы находимся в Альпах. Но на самом деле ни в каких-то не в Альпах. Все уже дома, на улице. Минус 15 градусов, мороз и солнце. Прежде чем начать этот ролик, я хочу вам отметить такой факт. На канале нас уже более 16 тысяч подписчиков-акционеров. И в честь этого я вам хочу сказать огромное спасибо. Спасибо всем тем, кто меня поддерживает, кто меня критикует. Вы мне задаете планку, не даете мне расслабиться. Движение только вперед. Честно, огромное вам спасибо. Хотел по этому поводу записать отдельный ролик, но, как вы знаете, я активен в комментариях. Всегда всем отвечаю, поэтому на все вопросы и ответы даны. Сказать больше нечего. Ну а мы переходим к следующему. Краткая предыстория. Совсем недавно мы сняли 3 легких ролика о том, как легендарная немецкая тройка делает грандиозные скидки на свои супернадежные автомобили любому, кто уже пришел в салон. Заходишь, тебе 250-300 тысяч, это как минимум. Но, как выяснилось, друзья, никакая это не скидка, это типичный развод. Но они этот развод называют маркетинговый ход. Что это такое, как это устроено, мы обязательно, если это вам интересно, запишем, ружуем, прямо вот разложим по факту, как они нас пытаются обманывать. И именно после этих роликов многие из вас подкинули людей о том, что нужно сходить к более простым производителям, а именно к корейцам, и посмотреть, что же они могут предложить. Какие они сделают скидочки на свои автомобили, что они подарят, ну или какие-то другие иные уникальные условия они нам предложат. И первое, кому мы пойдем, это компания Kia Motor Rus. Я подготовил себе вот такой список, куда я выписал всех официальных дилеров по Москве и Московской области. Значит, что я буду с этим списком делать? Я обзвоню каждую компанию и сочиню для них всех одну и ту же легенду о том, что я молодой парень, и в феврале у меня день рождения, и папа обещал подарить машину. У меня-то денег нет, и поэтому какой смысл не приезжать к вам в салон, сидеть с вами торговаться? Папа сказал, звони, ищи лучшее предложение, приноси его мне на стол, и только после этого мы с тобой приедем к ним покупать машину. Этот ход, ловкий ход, знаешь, такой, даст мне возможность, не выходя из дома, обзвонить всех и уже получить хоть какие-то предложения. Не подумайте то, что это некое баловство, то, что я играюсь. На самом деле я менеджеру должен показать, который сидит на другом конце, то, что я реальный покупатель, то, что я действительно очень сильно хочу машину. Надо сделать легенду обязательно. Для этого дела я также себе завожу вторую сим-карту, потому что, звонив 30 дилеров, вы сами понимаете, к концу месяца у меня будет сотня смс в телефоне, о том, что приезжаете, покупаете, еще реклама, спам, рассылка, все то же самое. С моей стороны будет проделана следующая работа. Я обзвоню каждого официального дилера по списку, назову ему одинаковые условия, назову модель автомобиля и буду говорить каждому, что смотрите, а вот тот дилер мне сделал предложение пониже. Таким образом этот список будет уменьшаться, потому что кто-то откажется продолжать битву за меня, как за клиента, а кто-то будет говорить, давайте, давайте. И в итоге мы дойдем до предела. То, что будет один или два дилера, которые скажут, вот, конечная цена, ниже которой разговора не будет. И после этого я отправлюсь к ним с целью получить коммерческое предложение. Это будет, знаешь, такой некий трофей, выйдя из которого я вам скажу, так вот, опа, вот оно, предложение. То, что я вас как бы не обману, но то, что на самом деле дилер подписался за этой ценой, за этим предложением. Важно отметить тот очевидный факт, что сейчас начало 2017 года, февраль. А это говорит о том, что торговаться будет крайне сложно, так как в начале года, особенно в начале месяца, любой автосалон не особо-то идет на уступки. Но это тем лучше для нас, трудностей мы не боимся с вами. И хотя бы не понаслышку видим. На самом деле это так, то, что в начале месяца салон особо не торгуется. Или же это все только мифы и слова. Я считаю, то, что серия таких роликов будет действительно полезной и интересной, так как каждый из вас на перспективу планирует обновить автомобиль. Все хотят узнать информацию о скидках, о ценах, то, что реальные цены на сайте, это понятно, ну а что можно получить вживую, когда приходишь в салон. Этим-то я и займусь. Каждый из вас может сделать это самостоятельно, но поверьте мне, на это уйдет не один час времени, даже, я думаю, не один день, так как наверняка начнется перезвоним вам завтра, надо посоветоваться, надо подождать. И самое главное, не все умеют торговаться, а я буду стараться быть хитрым. Я буду проворным, я буду придумывать всякие уловки, подловки. Я вам это все покажу. Вы оцените, скажете, нормально, ненормально, поставите лайк, дизлайк и все такое. Друзья, и теперь, когда я вам рассказал всю идею грядущего ролика, я прошу вас принять активное участие в комментариях и напишите, какой автомобиль мы будем снимать, за какой автомобиль мы будем биться с салонами. Я понимаю то, что в большинстве случаев это наверняка будет Kia Optima, но отмечу тот факт, что автомобиль действительно очень популярен, у него большой спрос и выбить на него скидку сейчас крайне сложно, тем более в начале года, подчеркиваю. Так как многие люди, которые мне пишут, рассказывают, уж приходил в салон, торговался, но вместо скидки получил накидку в виде доп. оборудования. Поэтому пишите два автомобиля. Первый, тот, который хотите, второй, как запасной вариант. Например, Kia Optima, Kia Sportage или же Kia Rio. В общем, все, что вам хочется, то, что, возможно, вы хотите купить, пишите все это в комментариях. Если у вас возникнут какие-то идеи, какие-то подсказки, то, что, ну, все, что у вас в голове появится, обязательно также пишите. Все, читаю. Вместе с вами мы сделаем очень классный выпуск. Ну и параллельно, как и обещал, будем продолжать снимать автомобили. Вот честно скажу, сняли недавно Octavio A7. Все классно получилось. Вот супер. Погода была такая же, солнечная, красивая картинка. С юмором, весело было, смеялись. В итоге, прихожу домой, думаю, сейчас смонтирую, сейчас запилим видосик. Из-за того, что на улице было минус 15 и дул ветер, микрофон замерз, просто отключился и опять происходит эта ситуация. То, что я, например, говорю, а звука нету. Но честно, постоянно проверяю в процессе ролика, вроде бы есть, а вот где-то в промежутках он как будто против меня просто работает. Поэтому обязательно делаем, перезапишем. Что попало, выкладывать не будем, будем стараться делать только качественные видеоролики. На этом у меня все. Продолжаем вести наш канал. Спасибо вам еще раз огромное за поддержку. Честно, вот вы те люди, благодаря которым я вот как человек хотя бы вот один, знаешь, вот один парень в России смог и начал заниматься тем, что ему действительно нравится. Потому что вот многие из вас меня поддержали вначале, не сказали мне, а ты блондин, тебе не место здесь, иди лучше пиво попей, валяйся под забором. Нет, вы меня поддержали. И даже те, кто меня не поддерживал, говорили, ты не умеешь говорить, ты блядь, ты еще кто-то. Вы сделали меня сильнее, поэтому я буду снимать эти ролики дальше. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на инстаграм канала. Всем до новых встреч. Пока-пока.